МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как мы раньше говорили, медицинские полица, выданные раньше, они действительно до 1 января 2014 года. Поэтому нет необходимости буквально сегодня создавать ажиотаж, бежать. Но, тем не менее, если мы говорим, что они действительно до 1 января, значит, в течение вот этого 13 года необходимо их поменять. Но чтобы в конце года весь город не пришел к какой-то страховой компании и там не создавать очередь, мы рекомендуем, если у вас есть возможность, время, подойдите лучше первую половину года, где-то хотя бы до сентября поменять полица. Теперь гражданин имеет право сам выбрать страховую компанию, где ему оформят и выдадут полис. Их в городе несколько. Также раз в год можно выбрать медицинское учреждение и лечащего врача. Но многие это право трактуют неправильно. Поэтому оговариваемся с согласием участкового врача. Если он согласен, ради бога. Вот в этом заключается возможность выбора. А то иногда некоторые говорят, я поеду в Москву, буду лечиться там. Извините, можно один раз обращаться. Но остальное лечение, особенно хронической болезни, это по принципу участковости. Если появилось желание поменять лечащего врача, это можно сделать только с его согласия. Но при экстренных случаях любой доктор не вправе отказать в оказании медицинской помощи. Но ему все равно необходимо предоставить данные вашего полиса, чтобы труд врача был оплачен. В этом году ФОМС взяла на себя финансирование и скорой помощи. Когда вы вызываете скорую помощь, когда к вам приедут доктора, фельдшера, вам после оказания помощи у вас попросят ваш паспорт и медицинский полис. Дело в том, что, опять-таки, чтобы нам сдать вот этот реестр, то есть счета, им необходимы номера вашего полиса и паспортные данные. И после этого, чтобы собрать, нам дать вот эту информацию. При обращении в страховую компанию за получением полиса вначале вам выдадут на руки временный полис, а через 30-40 дней уже постоянный. По сути, это серьезный медицинский финансовый документ. И с его оформлением затягивать не стоит. Гузель Миронова, Дмитрий Кузнецов. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова